Здравствуйте. Сегодня я начинаю проект Саузенбелли. Данный колесный парход и еще одна парусная яхта были приобретены мной на бархолке. Поскольку яхта требовала меньших затрат по работам с ней, а именно покраску из-за минуты келлажа, то я не стал снимать процесс работы с ней. Но если вам яхта будет также интересна, то пишите в комментариях. Итак, приступаем к этому пароходу. Поискав информацию на просторах интернета, я узнал, что это возможно не копия колесного буксировщика. Но это меня не расстроило, ведь это модель на радиоуправлении. И мне очень интересно, да надеюсь и вам сделать из этой модели конфетку. С чего начать? Мой предшественник установил грибной вид. Поскольку модель имела ременной привод грибного колеса и он не стал заморачиваться с поиском ремней, а установил винт. А на оси колеса остались ролики под зубчатый ремень. А я думаю заморчиться, сделать привод от грибного колеса. Как считаете вы? Пишите в комментариях. Итак, начинаю. Начинаю с того, что разбираю модель. Снимаю грибной винт, руль. Убираю лишние провода и выключатели. Убрал сломанное леерное ограждение. Немного пошкурив, убрал старую краску и ее подтеки. После я составил электронную схему подключение оборудования. В связи с тем, что аппаратура у меня двухканальная, то свечение будет включаться за счет выключателей. У меня получилось 4 варианта подключения. Заранее извините за плохое качество снимков схемы. Заметил лишь тогда, когда стал монтировать ролик. Увидев фото, вы спросите, а где 4 схема? А 4 схема это 1 и 3. Итак, расскажу подробнее. При первой схеме подключения идет от одного аккумулятора используется 3 выключателя. Первый выключатель это основной, который будет стоять между аккумулятором и всеми потребителями. Подключение будет параллельно. Второй стоит выключатель. На освещении мостикой кают. И третий стоит аборитные огни. Схема вторая. От первой отличается лишь тем, что будет использоваться два аккумулятора. Отдельно один аккумулятор на мотор и управление. И второй аккумулятор будет на освещении. Схема номер три. Это когда уже два источника питания, четыре выключателя. Один выключатель на мотор и управление. Второй аккумулятор на в аргабилитные огни. Первый выключатель также будет стоять между мотором и управлением. Третий это будет отдельно мостик. Четвертый на каюты и второй на габаритные огни. Схема четыре. Это когда один аккумулятор и четыре выключателя, как и при схеме номер три. Когда один на мотор и управление. Второй идет на габаритные огни. Третий отдельно на мостик. И четвертый на каюты. Какую схему паять, собирать, я думаю, вы мне подскажете. Выношу это на ваше рассмотрение и голосование. Бюджет этого проекта почти нулевой. Поэтому замену электроники на современные новые модели не будет. А ваять перейдется из того, что есть. Бюджет приберегу на следующие проекты. Один из этих озвучу сегодня. И также опубликовал вам фото этого КАМАЗа. Это проект, который будет называться КАМАЗ, который не пошел в сервер. Вот он и потребует вложения. Фото этого КАМАЗа попало мне на глаза еще в девяностых. И при ряду причин дальше рамы у меня не пошло. Если это будет вам интересно, то подписывайтесь на мой канал и поддержите лайк. И до скорых встреч на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok